Даже те, кто переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме и избежал попадания в стационар, говорят, что заболевание не проходит бесследно. Долго держится одышка, а кто-то жалуется, что при дыхании слышны хрипы. Однако врачи уверены, что легкие после ковида могут восстановиться полностью. Что для этого нужно делать, расскажет Мураджан Кёзов. Коронавирусная инфекция, как правило, при тяжелых формах заболевания приводит к фиброзу легких, то есть замене нормальной ткани на рубец. Изначально все боялись, что ткани легких не будут поддаваться лечению. Сейчас стало понятно, что легкие все-таки восстанавливаются, причем самостоятельно. Исход вирусной пневмонии, ковидной теологии, это фиброз. Тем самым это способствует снижению функциональной активности легких, уменьшается легочный объем, появляются признаки или остаются, точнее, остаточные явления в виде дыхательной недостаточности. И следствием этого является ухудшение качества жизни. Вся работа медицинского центра по реабилитации пациентов после COVID-19 основана на методических рекомендациях, которые разработал и направил в регионы Минздрав России. Реабилитацию медицинскую мы изучаем, проводим согласно методическим рекомендациям Союза реабилитологов России. Значит, имеются две версии выпущены. Вот последняя версия тоже была, вторая версия. И мы, в общем-то, собираемся, изучаем это. Если есть у нас вопросы, мы по телемедицинским услугам. Нам подключили недавно такую услугу тоже. Консультируем своих пациентов с научно-медицинским и медицинским центром. Значит, это курортология и реабилитология в Москве. По словам специалистов, лучшее, что могут сделать перенесшие коронавирусные инфекции и другие заболевания, это помочь себе здоровым образом жизни и дыхательной гимнастикой. На сегодняшний день, после перенесенной болезни, самое главное для пациента – это пройти реабилитацию и полностью восстановиться. И начинаем, как всегда, мы с дыхательной гимнастики, дальше присоединяем суставную гимнастику и выполняем физические упражнения, которые помогают эффективно добиться этих целей. Современная методика реабилитации предусматривает применение общеразвивающих и специальных упражнений. Общие улучшают функцию всех органов и систем, а специальные направлены на улучшение функции дыхания. Физкультура, каждый день хожу, вот сюда чувствую, делаю эту физкультуру, мне легче становится, легче. Я вот на реабилитации второй раз лежу, очень мне нравится, очень мне нравится, очень. Врачи такие внимательные, хорошие. Когда занимаюсь, мне легче становится. Вот каждый день я хожу, по полчаса занимаюсь. Заниматься физкультурой и спортом после коронавируса можно и нужно, как и после любого другого заболевания. Но нужно подходить к этому дозированно и без фанатизма. Например, для пожилых людей можно посоветовать занятия скандинавской ходьбой. Однако и здесь существуют противопоказания. А потому следует непременно обращаться к врачу за рекомендациями по реабилитации. Мурат Чентьюзов, Алиба Станов, Вести Карачаева, Черкесия.